Приветствую вас на YouTube канале Про Цветок. Сегодня мы с вами разберемся с репчатым луком. Какую погоду его убирать, когда он готов к уборке, как его провести первичную обработку, ну и, конечно, маленький секрет от меня. Зовут меня Петр Николаевич Ломонос, ученый-агроном, много лет проработавший сельским хозяйством. Так вот, репчатый лук уже вновь их растет, и многие как бы дашники не всегда понимают, когда наступает пора его оптимальной обработки. Вот сейчас вы находитесь на моем участке, вы видите, первый признак уборки, что лук репчатый готов к уборке, это полягание пера. Видите, перо зеленое вроде бы, хорошее, но оно уже легло. А вот когда убирать этот самый репчатый лук? Давайте будем разбираться вместе. Значит, полягание пера не является признаком уже сразу срочной уборки лука. Почему? Потому что когда лук ложится, его стрелка, вот видите, даже одна стоящая стрелочка такая, темно-зеленая, она еще не легла, он еще не зрелый. Если вот пощупаем вот здесь, в этом месте, где возле луковицы, и что как бы шейка эта толстая, раз она толстая, значит еще созревание и рост луковицы, и что происходит? Если мы лук уберем в таком состоянии, мы как бы потеряем урожай, урожайность будет гораздо ниже. Поэтому мы подойдемся так, чтобы если мы нажали на этот сибирек возле самой луковицы, мы чувствуем, что он уже сухой. В таком состоянии он, значит, уже максимальный вес луковицы, уже будет максимальный вес луковицы репчатого лука. Понятно. Смотрите, такой каламбур получается, но это так оно и есть. Вот. Мы уже заметили, что луковицы, лук полег, появилась наружная краска, уже чешуй. В одних она желтая, в других белая, фиолетовая, все зависит от сорта. Какие сорта, поэтому наружная краска уже луковицы, уже определилась. Но я объясняю, что самый первый признак для этого, что должна быть возле луковицы уже полегшая шеечка, сухая. Если она прошупывается, сухая, значит, можно убирать. В какую погоду мы будем убирать? Репчатый лук, растение, конечно, южное, и его убирать надо в сухую, солнечную погоду. Не надо стремиться с утра, это лучше сделать в обед или даже к вечеру ближе, чтобы земля была сухая, чтобы она хорошо отставала от луковицы. Что делают наши огородники? Ну, вот как бы дождались. Но у вас, смотрите, у нас тут градка есть, как бы луком. Но есть такие луковицы, которые еще очень стоят. Перо стоит еще, стоящее перо, оно еще не думает даже ложиться. А для того, ну, если мы можем выбрать, конечно, если у нас позволяют площади, мы можем провести выборочно уборку лука, убрать луковицы, которые созрели, и оставить зеленые. Но иногда нам хочется, чтобы всю градку убрать. Во-первых, если это воздача, вы не наедетесь туда каждый день, туда не сможете ездить раз в неделю. Поэтому как ускорить созревание лука, чтобы он дошел одновременно? Делается все очень просто. Берется обычный садовый инструмент, который называется лопата. И вот как сидит луковица, мы примерно по сантиметрам 5 ниже луковицы подкапываем с одной стороны, проходим. Видите, это очень просто делается. Потом такое же движение, мы проходим и с другой стороны. Поверьте, через неделю, то есть через 5-7 дней, весь ваш лук будет очень красивенький, сухенький, лежат на градке. Но он будет не лежать, он уже подсохший будет. Этот прием дает возможность одновременного созревания всего репчатого лука. Если репчатый лук созреет одновременно. Если мы лопатой под углом 45 градусов с одной стороны подкопали, с другой стороны подкопали, мы подрезали эти корни, и он будет, конечно, этот лук уже будет созревать. Потом мы уже давились одновременно созревания, начинаем убирать лук. Я вот часто наблюдаю такую картину. Уже луковый созревший, берут огородники и берут просто, напросто его тянут на свет Божий. А вот знаете, я тоже считаю не совсем правильно. Почему? Потому что если мы просто вытаскиваем луковицу, мы можем повредить донце. Возможно, мы не все корни подрезали, они ержатся в земле. Мы повреждаем донце. Раз мы повредим донце, значит, наш лук уже во время хранения будет загнивать. И будет гнижать не сверху, как обычно бывает, при вершинной гниле, а будет гнижать донце. Поэтому весь лук обязательно в парадке. И вам советую воспользоваться этим приемом. Его надо обязательно подкопать. Подкопали лук, потянули и достали наверх. Луковица минимально повреждается. Но донце, по крайней мере, точно сухое. Следующая ошибка, которую делают многие наши дашники. Значит, берут, собрали этот лук и скорее тянут под навес. Делать это ни в коем случае нельзя. Лук, выбрали этот лук и положили родочками на градке. В течение недели он должен погреться на солнышке. Прогреться и хорошо подсохнуть. Что это дает? Это дает, что подсыхает окончательно перо. Это раз, он прогревается. И вот этой шейковой гнили, это называется шейковый лук вверху, уже у вас не будет. Лук, просушенный в течение недели на солнце, хранится очень-очень хорошо. А то, что вы будете где-то под навесом досушивать, это неправильно. Лук не програется. Солнце, естественно, беззараживатель от болезней, прогрелось, он уничтожает инфекцию всю на поверхности лука. Лук не надо бояться. Лук солнца не боится луковицы, репчатого лука. Они, наоборот, покрываются чешуей, они подсыхают, покрываются чешуей, и они более устойчивы потом в последующем хранении. Не забывайте об этом. В дальнейшем, через неделю, когда бы он прижал на солнце, ну, если есть возможность, через 2-3 дня его можно перевернуть на другую сторону, другой стороной луковицы положить, это тоже будет полезно. Только после этого вы можете убирать его под навес. Возвращаясь к даче, вот, начиная этот лук, который мы сегодня убирали, который я вам показал, как убирать, я вспомнил одну поучительную историю, которую хочу вам поведать, чтобы вы не совершали такой ошибки. В моей жизни будет такой случай. Мы вот в дачу ездили редко, как бы это самое, все забрали, взяли этот лук себе домой. Забрали домой, у нас был такой навесик, покрытый шифером. Ну, шли дожди, ну, и мы как бы это самое решили, что так он будет просыхать очень плохо, мы положили на эту шиферную крышу. Мы положили на шиферную крышу, но так случилось, как сами понимаете, всегда забываешь. Там дожди кончились, наше светит солнце, лук наш лежит, сокнет, мы так были довольны, что лук там лежит, сокнет, мы его как бы и не трогали. Зато потом, когда уже он подсох, мы стали собирать, мы увидели, что совершили очень-очень большую ошибку. Лук, та сторона лука, которая лежала на шифере, ну, прижималась к шиферу, была вся обожженная. Значит, шифер, хотя он награется медленно, он нагревался, и он просто-напросто попортил наши луковицы. Так мы спортили часть урожая, который лежал на шиферной крыше. Так что, сушите лук или на земле, или на яшечках, как я вам показывал. Ни в коем случае, ни на жестяных листах, и ни на крышах. Мой опыт, думаю, вам пойдет на пользу. Вы не совершите этих ошибок. Дальше, досушиваем уже лук в каком-то, ну, помещении, в каком-то навесе, в каком-то помещении, где уже, ну, солнечные лучи необязательны. Но многие делают и так. Знаешь, когда лук уже подсыхает, это самое такое уже состояние, ну, полу-подсохшее, берут, сплетают косы. Беру, сплетают косы плеченки. Такая плеченочка, луковица за луковицей. Ну, это женщины, конечно, любят плести, они это занимаются такими вопросами. Сплетаем, и эти плеченочки мы вешаем где-то на стене, на стене сарая. Вот, и там тоже пероворачивая плеченку, мы добиваемся того, что лук окончательно высыхает, и потом эти плеченки очень хорошо хранятся. Так что запоминайте, самая первая ошибка, которую мы делаем, что лук не надо дергать, его надо подкопать. Следующее, что надо обязательно сделать, лук надо просушить неделю на солнце, на ярком солнце. Положили родочками, он просыхает. Перевернули, если через 2-3 дня, это вообще прекрасно. Значит, ваш лук равномерно уже будет просушен со всех сторон. И третье, что лук, если сплели у плеченки, значит, он будет тоже, опять же, приступки можно пероворачивать, он хорошо будет досушиваться. Если нету плеченок, значит, какие-то ящики ложим, но слоем, большим слоем не ложим, ложим в один ряд. В один ряд закладываем луковицы в ящики и досушиваем в каком-то прохладном помещении. Ну, признак высыхания лука, значит, что он становится весь желтый, весь становится сухой, вот, и здесь вот легко ломается, он уже высохший. И только после этого, когда мы уже окончательно просушим лук, провели такую первичную обработку, мы будем делать, его оставлять на хранение. И вот, опять же, многие делают неправильно, в каком отношении, что вот от луковицы и вот этой ботвы должно оставаться на спичную коробку 5 сантиметров. Если вы ставите такое расстояние, у вас не будет загниваться шейка луковицы. Если же луковицу вы обрезаете вот так по самой луковице, ровно по луковице обрезали, значит, у вас может появиться шейковая гниль. Особенно, если чуть-чуть где-то влажно будет, это самое, там чуть-чуть отсыреет лук, появится шейковый гниль и лук будет загнивать. Так что, видите, все вопросы дальнейшей сохранности репчатого лука уже формируются сразу при его уборке. При его уборке и при его сушке. Просушили хорошо, он будет и хорошая сохранность стопроцентная будет. Просушили плохо, вам придется перестанно перебирать, перебирать, отбрасывать заболевшие, в общем, вы находитесь и работаю. Так что, уделите. Ну, а секрет мой маленький очень-очень простой. Вы понимаете, что лук высыхает, понятно, если он растет в вас градка дома, если вы можете уделить ему внимание и смотреть на него каждый день. Но если дача, на которую вы приезжаете один раз в неделю, а то получается и реже приехать, значит, советую вам другой способ. Погода бывает разная, не всегда бывает солнце, бывают, проходят дожди. Проходят дожди, но вы просто не ездите на дачу для того, чтобы ваш лук не испортился, перо не поплесневало, потому что раз поплеснет перо, оно будет плохо храниться. Значит, что берем обычные пластмассовые ящики с под овощей, их хватает на любом рынке, можно попросить. Переворачиваем ящики в противоположную сторону и на эти ящики мы раскладываем наш гребчатый лук. Поверьте, какие бы дожди ни шли, хоть затяжные, хоть все, ваш лук никогда не поплесневает, ваш лук будет проходить дождь через этот ящик, протекать, лук никогда не подобрет и храниться будет в дальнейшем прекрасно. Вот учтите эти такие простые советы и вот мой секрет с этими ящиками хранения гребчатого лука и вы будете иметь хороший результат, хорошую сохранность и меньше работы. Будет вам зимой по переборке вашей продукции. А пока удачи, подписывайтесь на наш канал, смотрите нас, у нас много интересных сюжетов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова